Очередное смертельное ДТП. На этот раз в Харьковской области. По предварительным данным, машина вылетела с дороги на остановку. Несколько человек травмированы, одна женщина погибла. Почему случилась эта трагедия, давайте узнаем у моей коллеги Светланы Шикеры. Она на месте событий. Светлана, здравствуйте. Скажите, кто виноват в этой аварии? И главный вопрос, был ли водитель трезв? Добрый вечер, Алексей. Все произошло здесь, в поселке Васищево, это недалеко от Харькова. Автомобиль Volkswagen ехал со стороны города по трассе, которая проходит через поселок. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал на обочину. Когда пытался вырулить, то так газанул, что перелетел через дорогу и врезался в остановку общественного транспорта. Скорость была такая, что автомобиль разрушил кирпичную стену и отлетел на 50 метров. Тормозного путя нет. Разве он может при 60 километрах ударить такую стену? Он ехал минимально 100 километров, это 100% как водитель. На остановке стояли люди. Одну женщину от удара отбросила в стену. Она скончалась на месте. Это Наталья Гусь. Ей было 42 года. Она жила в Васищево, приехала пораньше с работы и ждала на остановке своего мужа. Еще две женщины доставлены в больницу. Одна в тяжелом состоянии. Жители поселка сразу же собрались на месте ДТП. Они едва не устроили самосуд над водителем и силой заставили его дышать в драгер. Уже известно, что водитель был пьян. С пробитой головой, но он целостей и сохранностью. Но он был невменяемый. На месте под драгером был он действительно дослеженный, где имеется 1,37. Информация о том, что среди пострадавших был ребенок, не подтвердилась. И только что нам сообщили имя водителя, по чьей вине произошло ДТП. Это Алексей Коваль. Ему 41 год. Он житель города Харькова. Пока это вся информация. Алексей. Что ж, ясно. Светлана Шекера была на связи с местом масштабной аварии в Харьковской области. Продолжение следует.